Добрый день! Сегодня боксинг. Приехала ко мне вот такая коробочка, которая очень похожа на упаковку от кубика 3х3 Хуан Лонг, но одно отличие есть. Здесь нарисована пирамидка и подписана Pyraminx. Не так давно на канале у меня было видео про пирамидку от Yuxin, бюджетную Little Magic. Вот это топовая версия. Сравним ее с пирамидками Texman и Moe, и посмотрим, что она себе представляет. Так, я снял пленку, открываю. Что мы видим? Пирамидка вот так вот лежит. И все. Там внутри еще что-то есть. Все, тут пусто. Коробку в сторону. Смотрим в дополнительные материалы. Так. Здесь инструкция. По-моему, такая же, как и в бюджетной версии была. И здесь еще комплект пружинок, шайбочки и запасные магниты. Четыре штуки. А еще есть шарики. Тем самым мы понимаем, что в строении пирамидки есть какие-то вот такие шарики металлические. Посмотрим, где они, для чего они нужны. Пружинки, скорее всего, другой жесткости. Это сейчас стало модно. В любые зололомки вкладывать запасные пружины. Не запасные, а альтернативные. Посмотрим. Пока уберем. Ну и сама пирамидка. Сравнимая по внешнему виду с бюджетной версией. Логотип точно такой же. Цвета все те же самые. По внешнему виду кажется, что чуть больше вот эта версия между элементами. Так, если мы смотрим на бюджетную версию, на Little Magic, здесь вот такие вот рельсы были. А здесь рельсы нет. Интересно. Ну, очень мягко идет. Такой звук шелестящий при вращении. Магниты очень хорошо чувствуются. Бюджетная, естественно, она без магнитов была. Ну, скорее всего, она ближе к X-Men. Я не особо быстро собираю пирамидку. Скорее всего, даже медленно. Конечно, сейчас сделаю одну сборочку. Но мое мнение будет крайне субъективным. И вряд ли профессиональным. Такое впечатление, что что-то чуть-чуть звенит. Ну, в общем, вращать приятно. Наверное, больше похоже все-таки на X-Men. Не скажу, что лучше, чем X-Men. Ну, вполне комфортная пирамидка. Давайте берем. Где у нас тут что? Ну, вот и вращается приятно, комфортно. Если на Little Magic они немножко так туховаты были. Здесь вполне в магнитиках. Кстати, магнит очень четко фиксирует. Прямо хорошо. На X-Men не послабее. Мне так кажется. Потому что, конечно, смазан сильнее. Прямо смазка есть. Вполне так комфортная пирамидка. Возможно, многим она понравится. Конечно, ее надо еще покрутить. Пока не сильно понятно, что и к чему. Лучше посмотрим на то, что у нее внутри. Я не стал пирамидку разбирать. Ну, и так видно, что внутренние элементы выполнены из праймори пластика. А вот эти вот шарики, которые у нас запасные есть в комплекте. Вот эти маленькие шарики. Они, по примеру кубика 3х3, Хон Лонг, устанавливаются вот здесь вот. В этих уголках. Для придания большей инертности. Не знаю, насколько сильно это помогает. Ну, вращается пирамидка вполне неплохо. Причем, если сравнить с X-Men, я вот так вот ощутил в руках. Вот X-Men у меня немножко расхлябанный вот такой. Здесь, мне кажется, оно потуже. Хотя, вот так оттягиваю, кажется, так же. Такое ощущение, что оно чуть плотнее. Это явно можно настраивать. Вот так он поплотнее. Ну, возможно, мне кажется. А так. Значение этих шариков в кубике 3х3 Хон Лонг я не особо заметил. Ну, наверное, они какое-то влияние оказывали. Так. Чисто края утяжеляли. Здесь, видимо, то же самое. Но расстояние от центра вращения не особо большое. Не знаю. Профессионалы покрутят, скажут лучше. Моё мнение... Ой. Моё мнение, пирамидка неплохая. Но так, чтобы она прямо в разы лучше, чем X-Men, я бы не сказал. Просто хорошая пирамидка. Учитывая, что пирамидка мою, магнетик, который я начинал. Сначала она мне казалась очень хорошей. Я и собирал, поскольку я собираю пирамидку медленно. Я и не хотел покупать себе другую. Но когда я съездил на свой первый чемпионат в Белгород, там я покрутил, по-моему, у кого-то X-Men. И понял, что X-Men мне нравится больше. Но с тех пор я собираю им. Попробуем Yuxin. Конкуренция быть должна. Это хорошо и полезно. Будем надеяться, что она мне не разочарует. Ну, как-то так. Мой непрофессиональный взгляд на профессиональную пирамидку. Пишите в комментариях то, что думает. Пирамидка хорошая. Вполне магнитная. С шариками. Yuxin. Молодцы. Что сказать. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...